Вот, собственно, и сам аппарат. Аппарат дуешка. Здесь вот были, как они, кожухи железные. Но он слишком стучит, когда он с кожухами. Поэтому кожухи сняли. Рядом здесь дробилка. Здесь бочки для кормов. Такое техническое помещение. Поэтому аппарат даем весь в пыли. Это мука, ячмень и все прочее. Здесь дробится, на него пыль оседает. Значит, Сереж, включи, пожалуйста, аппарат. Вот, в принципе, в рабочем состоянии. Здесь вот он стоит, гудит в отдельном помещении. Вот к нему здесь сама труба, которую мы вам в прошлый раз показывали. И пошла она туда-туда-туда, пошла она в коровник. Вот. В принципе, сначала дали на парад дуешку. Очень сильно не понравился. Но потом привыкли. Здесь вот, чем сложно его возить. Вот, значит, здесь два колесика. И здесь вот он стоит на маленьком, не видно, наверное, на маленьком колесике. Здесь стоял бидон. Где-то здесь ручка, за которую таскать, я уже не помню. Чем его везешь, пол должен быть ровный, прям сильно. И то он с него может упасть. Он очень неустойчивый. Да и, в принципе, он нелегкий его таскать туда-сюда. А если таскать вот от коровы к корове, там вообще получается веселуха. Поэтому очень шикарный вариант. С этой магистралью. Просто как на ферме уже. Подходишь в крантик, вон в тот. Где у нас крантик? Вот. В крантик шланг всунул. И все. Принесли. Аппарат у нас, мотор сам там стоит. Здесь у нас разводная магистраль. Сюда надела. Сюда сейчас найду. Так. Сейчас включу. Сначала здесь включу. Раз. Заработал. Кранчик. Кранчик включила. Пошел процесс. Пока помоя, пока у нас там накачивается, можешь пока это, выключить пока помоя. Полотенец. Протерли. Хорошенечко. Тут вытерли. Главное, лоб какой-то не получить. Самая удобная корова. Быстрее всех бьется. Быстрее всех одевается. Стоим. Стоим. Главное, пошло. Ты ее не пристегнула. Я забыла. А я их уже это. Давай, давай, я пристегну. Да. Что? Что такое? Раздала еду. А? Еду. Ну, конечно, они жрут, ты не видишь. А это? Не еду. Не, она чуть не хочет. Семь раздала. Так, ноги. Объясни, пульсатор тогда. Пульсатор. Сарик, вот, крышки. Давай я буду снимать, а ты будешь объяснять. Ну, я сам. Ну, давай. А что, давай. Снять. А что объяснять? С крышки. Сарик вот в этот вот. Вводит. Вакуум там качает, кошек. Сарик поднимается. Кошек не поднимается. Кошек не поднимается. Кошек не поднимается. Здесь вакуум. Вакуумный шланчик берет, сжимается. От того, что вы видите. Так, все хочу сказать. В таком вот импульсах. 50 где-то. Все хочу сказать. Аппарат дойшка. Кто-то ругает, кто-то хвалит. Но мы, в принципе, к нему привыкли. Только мы его купили, у нас все шланги тут же полопались. Все вот вакуум. Вакуумный конструктор, да. Там резинку практически сразу поменяли сосковую. Была обычная, сейчас целиком. Здесь стоял монитор. Ну, там на какой-то одной... Манометр, простите. Манометр, простите, да. На одной из видео там показано, как Сережа моет аппарат, показано, что здесь стоял монитор. Манометр, простите. Давай, берегите. Ну, там на манометре монитор. Вот сделали вот такую вот штуку, чтобы удобно снимать было. Сейчас, когда будем снимать, я покажу, чем удобна эта штука. Пока, Сереж, наверное, вытрушь. Один минус магистрали вот этой. Теряется вакуум. Если непосредственно на самом аппарате стоял ведро, до шести очков вакуум набирал. Теперь максимум четыре. Потому что вот этот объем вот этого магистрали, трубки, он тоже влияет. Вот для феврали хватает. Для феврали четыре фру не хватает. Для дочери немножко не хватает. Дочь доем минимум 25 минут. Потому что у нее выми неудобные, соски неудобные. Сама она туго-дойкая. Тянешь, тянешь. Ей не хватает. Да, если феврали за пять минут выдаивается, то дочь тянешь, 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 тянешь. Да еще и мяч, да еще и соски сваливаются. Это единственная корова, с которой сваливаются соски. С этого аппарата, в принципе, соски не сваливаются. С стаканы не сваливаются, соски. С стаканы. Самая большая она сдавила. Теперь надо ей выми помять. Кто-то мнет, кто-то считает ненужным это делать. Кто-то как. Пища. И додаивать. Таким образом. А, молоко пошло, блин. Ну, черное-черное. Смельклубнику. Особо нет молока додавить. Она сегодня вся практически сдавилась. Водочку. Вот на коллекторе есть пипка. Вот ее покрутить, и тогда воздух сходит, снимать аппарат. Это очень неудобно, коровы пугаются, ногами дрыгают. Поэтому в манометр убрали и сделали вот такую штуку. Раз. Водок пошел. И стаканы свободненько снимаются. Теперь раз, закрыл ее. И спустил спокойно остатки молока. Так-то шлангам нужно и метр оставить. У нас тут родные. Ну, родные, да. Мы просто их замотали. Сережа, вечно я не так вешаю шланги. Всегда за мной перевешивали. Как бы я их не повесил. Давай, я выключу. Так, здесь я раз выключил. Что, не снимаешь, снимаешь? Закрыли кран. Раз кран закрыли, и пошли дальше. И пошли к следующей корове. Сразу кладки пили, снимать, сливать. Ну, сливать пока не надо. Я ничего не принес. Сразу магистраль открыли. И вернули стакан вниз на накачку. Лад, давай, подходи ближе. Подходи, Лада. Лада, подходи ближе. О, подходи ближе, говорю. Ноги убирай. Все, прицепили. И поехали заново. Отмывать, намывать и дарить. Да рано она еще пока. Я пока ее отмываю. Она, вон она. Где-то лазла. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До новых встреч на нашем канале. Чтобы додоить. Я не знаю, что надо. Я доила, 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 доила. Доила, доила. Дольче, доить и доить. Теперь Сережа, доит, доит, доит. А молоко не отдает и не отдает. Все, февральчик. Чего вскочила-то? Пожрать надо. Покакать. Слезы у всех сегодня. Мошки видать, в глаза лезут. А старость сегодня не подвижу. Угу. Так, дочь доится. Будь здорова. Латка подоилась. Это изглаздалась. Все, молодец. Задний сяд, завал.